А сразу после подписания прошло рабочее заседание Совета Международной Ассоциации профсоюзных организаций Лукоила, провел совещание председатель МУПО Георгий Кирадиев. Один из основных вопросов касался обеспечения достойного и безопасного трудоработников на основе результатов медицинских осмотров. С докладом выступил и председатель территориальной профсоюзной организации Лукоил Западной Сибири Иван Энц. Он рассказал об организации проведения медобследований на предприятиях общества. Особое внимание уделено работникам, занятым на вредных условиях труда, а таковых более 80%, и проживающих в вахтовых поселках, куда для профосмотров направляются специальные выездные бригады. Было отмечено, что несмотря на то, что роль профсоюза в процедуре проведения предварительных и периодических обследований законодательно не определена, профильные структуры ТПО не оставляют их без внимания. Профсоюзные комитеты рассматривают заключительные акты просмотров на своих заседаниях о фамильной списке, о получении противопоказаний к работе во вредных условиях труда, приказы по предприятию, а не допуску персоналу по медицинским показателям к работе во вредных условиях труда. На основании полученных сведений совместно с работодателем разрабатываются мероприятия, направленные на улучшение условий труда и оздоровления работника. Работники, нуждающие по результатам заключительного акта осмотра на санаторных курортном лечении, направляются в полдельные специализированные медицинские учреждения. Заслушав и рассмотрев представленные доклады, на совете было принято решение впредь способствовать внедрению на предприятиях современных моделей медицинского обслуживания, обеспечивать контроль проведения обследований работников с учетом опасных и удаленных производственных объектов, осуществлять в трудовых коллективах разъяснительную деятельность с целью мотивации здорового образа жизни и безопасного труда. Добавлю, после завершения работы совета в режиме онлайн состоялась 12-я внеочередная конференция межрегиональной профсоюзной организации «Лукойла», на которой были избраны делегаты на 8-й съезд нефтегастрой профсоюза Российской Федерации, который предварительно пройдет в декабре.